Это телепроект Физкульт столицы, меня зовут Михаил Стардук. Здравствуйте! Если вы прислушаетесь, вы услышите звуки национальной музыки. Как музыка связана со спортом, спросите меня вы. Напрямую, если речь идет о тайском боксе. Музыка в муай-тай элемент обязательный. Тайские мелодии звучат во время каждого поединка на всех официальных соревнованиях. А поединков на чемпионате и первенстве страны, который проходил в Перми, было немало. Около 350 спортсменов из 46 регионов России. Это рекорд. Во многом это объясняется тем, что лучшие бойцы страны сражались не только за медали и звание чемпиона, но и за место в национальной сборной команде. Главная сборная отправится в июле на чемпионат мира в Таиланд, а юниорская в сентябре на первенстве мира в Турцию. Что касается Пермяков, отмечу следующее. Наш край представляла команда из 12 спортсменов. Медали удалось завоевать троим. Среди юниоров 16-17 лет Константин Шахтарин занял второе место в категории 57 килограмм. И Игорь Селезнев стал третьим в весе 91 килограмм. Среди мужчин отличился Андрей Васев. Он завоевал бронзу в весе 54 килограмма. Совершенно уникальная ситуация. Для того, чтобы поменять вид спорта, но остаться на всероссийском уровне нужно пройти лишь несколько десятков метров. В Ледовом дворце стартовали всероссийские соревнования на призы Татьяны Тарасовой. Все внимание на лед. Второй раз за сезон Ледовый дворец спорткомплекса имени Сухарева принимает соревнования по фигурному катанию всероссийского уровня. Вслед за февральским первенством страны турнир на призы заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой. Настоящая легенда отечественного спорта лично открыла турнир. Спасибо вам большое за то, что меня пригласили. Считаю, что эти соревнования открыты. И пока будем живы, конечно, всегда будем решать. В соревнованиях приняли участие более 300 фигуристов со всей России. И за четыре дня были разыграны награды в одиночном парном синхронном катании. По словам Татьяны Тарасовой, Пермская школа фигурного катания дала миру ни одного олимпийского чемпиона. Здесь выросла Татьяна Татьяна Татьяна, здесь вырос Тараньков, здесь выросли очень многие юниоры, чемпионы-призеры юниорского чемпионата мира. Никогда Пермь не уезжала с чемпионатов мира без медалей. Никогда. Из Ледового дворца переместимся на трамплины в Чайковском, где прошел Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. И 25. Синяя птица проходила в Нижнем Тагиле и Чайковском. В Прикаме встречаются 30 лучших летающих лыжниц планеты. Пермский край не первый раз принимает мировые соревнования. Гостей встретили на высшем уровне. Залогом стало первое сотрудничество двух субъектов. Мы все-таки впервые проводим мероприятие такого уровня в сотрудничестве с нашими коллегами из Свердловской области. Мне кажется, получилось мероприятие. Дальше будем продолжать. В итоге первой на большом трамплине и первой в Татале Кубка мира стала Морен Лунбю из Норвегии. А 8-килограммовую фигуру синей птицы – приз русского тура по итогам двух заключительных этапов в Германию везла Юлиана Зайфорд. Погода была замечательная, и трамплин был подготовлен прекрасно. Большое спасибо организаторам за это. Дело оказалось не только в погоде, а в целом в организации соревнований в будущем это обязательно будут учитывать. Морен Лунбю ожидаемо получает большой хрустальный глобус и звание лучшей в мире летающей лыжницы сезона. Летний гран-при начнется совсем скоро. Увидев в кадре автомобиль, многие могут решить, что мы вдруг стали программой автомобильной. Это, конечно же, не так. Автомобиль спортивный. В гостях у нас спортсмен Евгений Ечин. Чем спортивная машина, кроме отсутствия фар, отличается от машины гражданской? Давайте маленькую экскурсию проведем. Максимально облегчается автомобиль, находится одно сидение. Каркас безопасности обязателен для выступления в трековых гонках. Я просто хотел бы обратить внимание наших зрителей на вот эти элементы кузова. Здесь мятина, здесь мятина. Как часто получают пилоты удары? Практически постоянно на треке 400. Потому что очень плотная борьба идет. И без контактов ехать очень сложно. И еще одна деталь, на которую хотелось бы обратить внимание. Ну, здесь нет зеркал, каких-то поворотников. Это колеса. Используется полуторный шип. Полтора миллиметра от высоты. Он находится от протектора. Что обеспечивает максимальный зацеп на ледовой трассе. И что главное для победы в треке 400? Уверенность в себе. Друзья мои, отправляемся на ледовую трассу. Контактная борьба. Пожалуй, это словосочетание максимально емко характеризует ледовые гонки трек 400. Финальной части соревнований, которые прошли на стадионе «Юность», той самой контактной борьбы, когда на кольце одновременно находятся 4 болида и пилот каждого жаждет только победы, было предостаточно. Традиционно в соревнованиях приняли участие автомобили в двух классах. Их главное различие в приводе – передняя или задняя ось. И в том и другом случае заезды получились захватывающими. К слову, именно Евгений Ечин, тот самый, что рассказывал про устройство своего автомобиля «Рыжая бестия», в ходе жесткой упорной борьбы одержал итоговую победу. В качестве главного приза ему достался автомобиль. Будет ли он строить на его основе гоночный болид – пока непонятно. Увидим в следующем сезоне ледовых гонок уже ближайшей зимой. А на льду мы еще останемся некоторое время. Впереди – хоккей. Кубок, увенчанный золотой шайбой, главный трофейся российского турнира еще раз продемонстрировали игрокам перед решающей финальной битвой. Так сказать, замотивировали – и понеслось. В играх на четырех ледовых аренах Перми и Краснокамска забивали шайбы, падали и вставали, чтобы продолжить борьбу 62 команды из регионов страны. Отдаленность некоторых регионов – лишь одна из явных проблем в детском спорте. Всего лишь 30% тренеров имеют профильное образование. При том, что в работу регионам рекомендована уже программа современной системы подготовки «Красная машина». Об этом говорили на одной из практических конференций, прошедших в рамках культурной программы турнира. Прикрамцы извлекли из нее максимальный результат. Обладателя кубка определяли на льду молота. Увесистый трофей в обновленном дизайне с этого года стал переходящим. На годичное хранение его передали команде «Полюс» из Владивостока. В достойном финала матча приморцы одержали победу 5-4 в борьбе с южно-сахалинским «Кристалом». Был счет 5-0. И потом 5-4. Это незабываемые эмоции. Три представляющие Пермский край коллектива проявили уральский характер, но ограничились участием в утешительном турнире. Ну вот и случилось то, чего ждали так долго. Официально открыт футбольный манеж «Перм-Великая». В день открытия на поле команды «Урал-2» и наша «Пермская звезда». Трибуны полные. Все билеты были проданы буквально за два дня. Новый крытый манеж впечатляет. Огромное поле с искусственным покрытием и трибуны на 3000 мест. Матч открытия тоже порадовал. «Пермская звезда» показала хороший футбол. Первый тайм прошел в обоюдно-острой байбе, но мячей зрители не увидели. Основные события развернулись после перерыва. Капитан звезды Евгений Тюкалов в начале второй половины открыл счет. А ближе к концу встречи Рустам Вазидинов ударом с лета удвоил преимущество «Пермяков». В итоге победу одержала «Звезда» со счетом 2-0. Смотрим в нашей программе легкое атлетико и грандиозное события «Заффек РФ». Кстати, регистрация на него уже открыта. И в завершение сегодняшнего выпуска короткий урок волейбола. Сегодня Максим, игрок волейбольного клуба «Акама», научит нас делать самое простое и самое основополагающее подача. Что делаем, Максим? Встаем. Встаем ровно. Подкидываем мяч кверху над собой. Так. И ударяем максимально вверху. Встаем, подкидываем, ударяем. Мяч пролетел 3 метра и ударился в пол. Кстати, понаблюдать за игрой профессионалов, коллег Максима, волейбольным клубом «Акама» можно будет 6 и 7 апреля. Здесь, в спорткомплексе имени Сухарева, вход свободный. И на этом все. Счастливо!